сегодня я покажу как готовить блинчик из мацы очень многие не знают что делать с мацой поэтому значит она часто просто лежит весь год на нее смотрят там куда-то используют частично а потом не значит но маца если ее правильно использовать она бывает очень-очень вкусная и в качестве блинчиков у меня очень многие ее обожают просто я делала на я замочила мацу сегодня в пол восьмого утра значит сколько прошло времени сейчас у нас пол пятого значит 12 минус 3 9 часов где-то она у меня мочилась как я мочу мацу я беру несколько полотенец кухонных чистых и мочу хорошо хорошо выжимаю кладу лучше на доску чтобы можно было подвинуть если она лежит неудобно чтоб куда-то можно было ее подвинуть значит я кладу полотенце беру мацу кусок мацы включаю воду и просто под струей воды с двух сторон ее мочу и так значит вот за девять часов она превратилась вот в такой блинчик стэйша шаот башма башей овахэцэ ани самти в тох маназэ и на посмотрите насколько она мягкая пластичная просто блинчик стал значит я кладу вот у меня на полотенце получается четыре штучки таких мацу я закрываю следующим полотенцем тоже мочу хорошо хорошо отжимаю мишу позвал он еще не ушел чтобы он не отжал кладу следующую и так всю пачку мацы потому что уже делать так делать и потом остается блинчики очень вкусно их можно назад они еще вкуснее значит что мы теперь делаем с этой моской чтобы мы могли завернуть значит я принесла нож мы берем доску я их сложила просто чтобы принести сюда я уже все вместе их сложила мы берем обычную доску я все буду показывать поднимать кладем несколько слоев да я нам мочу каждую мацу с двух сторон и кладу на влажное полотенце вот за девять часов значит посмотрите как легко она будет резаться она вот дурина говорит что она режет сразу всю пачку я не люблю разрезать всю пачку потому что я не вижу вдруг она съехала ки значит часть мы сделаем формой блинчиков просто будем сворачивать с начинкой трубочкой да это мы будем делать сладкие значит а частично мы будем делать картошкой тогда я разрежу на четыре части сейчас я это сделаю покажу как вы мочите укрываю полотенце сухими сухими нет я радеете ну ясно уже промокали то наверное я вообще мочу на ночь обычно утром встаю и начинаю делать и так мы делаем вот такие вот квадратические так я показываю у нас есть начинки не шла на миле до поха дома картошка которую сделала любочка поджена сварила растолкла в пюре и поджарила лук на растительном масле и так как мы берем как дем и так мы берем немножко я уберу что было видно и кладем на краешек я покажу вот так кладем на край вот тут уже все понятно мне кажется они кушать шакуль бору какой треугольничка вот такой треугольничек мы явились зеленый за люди в кахте а то плохо дома макси и это не откроется потому что картошка пюре а потом мы еще сейчас я просто хочу показать другую форму которую мы делаем с творогом с творогом немножко по-другому делается чтобы мы отличали подходит значит чтобы мы могли отличить кола блинчики делаем разные значит мы накладываем творог тоже немножко на край и вот так заворачиваем я еще раз расскажу потом это не тесто это маца потом получается вот такой вот блинчик зеку лям ю дым так это все знают еще раз попросили показать с картошкой как мы делаем треугольник мы разделили на четыре части мацу на квадратики маленькие теперь на один краешек значит на краешек я кладу и размазываю треугольничком вот так прям треугольником эту картошку если что-то не доложила можно потом добавить она же такая пластичная картошка что начинки могут быть разные допустим вот я делала еще на праздник начинку из яиц и зеленого лука а то что предлагает дарина сделать тоже очень вкусно мясо прокрученная жареным луком и с грибами и так у нас батарина и и дочка делают с гвиной как творогом творогом мы продолжаем делать с картошкой еще раз разрезаем они очень легко режется потому что матца намокла хорошо ну так это уже я поняла значит если случилась авария если случилась вот такая авария что порвалась вот как раз я хотела рассказать об этом случае вот у нас матца порвалась значит раскрываем обратно кладем начинку на это место которая порвалась на разорванную заклеиваем просто начинкой так закрываем и закручиваем кто сказал что она порвалась а если она так порвалась что невозможное и значит мы ее режем на квадрате так вот здесь она у нас порваны тут уже ничего делать нельзя и мы ее продолжаем вот так этим квадратиком наворачиваем сделали заплаточку да тут много начинки получилось у нас так то есть поняли если есть дырка то надо начинать именно с этой страны со стороны дырявый начинка и и заклеить и мы закручиваем и никто не узнать что у нас там внутри и посчитаем сколько получилось у нас полкило творога азмиха цекила это гвина ну и кухня шты мы с этим будет больше сектора соленых больше с них мы начнем жать так но я порезала все если нам не хватит то мы просто пойдем поищем что у нас там есть какой-нибудь варенье или да спасибо видите как хорошо когда положил на мне уже нет места поэтому я и дужать а за не включаем нашу плиту можно делать еще то что низко не сказала дарина но допустим вот у меня бабушка делала мясо прокрученное жареным луком с рисом тоже очень вкусно немножко риса потом можно делать с тушеными яблоками тоже замечательные сладкие получается блинчики из капусты можно с капустой сделать любые начинки так те что мы используем для пирожного с яйцом с луком замечательная начинка тоже так мы начинаем жарить сейчас я наливаю сюда я сюда наливаю растительное масло я подойду так теперь нам нужно давайте-ка я сполосну вот это и всем будет видно и разобью сюда яйца яйца верните назад сейчас мы будем макать яичко макать яичко и класть на сковородку обжаривать с двух сторон и куда складывать и куда складывать я принесла он как раз вон коробочки гайки люба принесла и я принесла об этом мы подумали то есть если у вас распались вот эти вот или она специально ломает мацу я думаю что все делают бабку да если поломать она скорее как бы пропитается сделал бабку на основе этой бабки можно сделать пиццу то есть она распределяется бортики делаются середине намазать кетчупом или любым томатным соусом значит добавить сыр добавить все что вы хотите грибы колбасу нас качника ширина не важно значит грибы маслины это тоже туну тот же тирос как по-русски забываю кукуруза кукуруза да и значит с одной стороны поджарю перевернул вот это вот все нам намазу получается прекрасная пицца дети довольны можно кушать на ужин замечательно я принесла красивую мацу которую нам дали всем видочка поднимите пожалуйста маца ручной работы получается шикарный торт делаете сметанный крем до намазываете это все сверху обсыпаете орехами или заливаете шоколадной помадкой а потом орехами можно вокруг получается типа сметанника и на или наполеона и с этой тоже с этой красивее она круглая она круглая поэтому получается просто торт такой очень красивый теперь мы приступаем завершающий статус вот уже пахнет у нас масло ну она очень кошельная там написано что кошель для миодрин самая кошельная маца вот это ручная так я пока где-то была соль так вот я сразу делаю 5 и потому что как у меня дома было 5 яиц я использовала на пачку можно то что сказал дарина что она мацыбрай делает на масле на сливочном уже пахнет у нас нагрелась поэтому я убираю и начинаем жарить и вот так вот просто яйцо и так вы видите вот картошка держит ничего не распадается все замечательно я не мучаю мучаюсь она себе жарится все мне завернули поднос поставили хорошо я практически обеспеченная женщина я прошу прощения я сделаю вот так вот так эти жарятся вот так вот так красиво все выглядит переворачиваем а за него фэйхит вот так вот пока она жарится я принесла еще из журнала вымытые несколько рецептов а мясо молодого барашка с мацо и стакана а другой разговор тихо яйца две штуки мацо два листа соль и черный перец по вкусу лимон способ приготовления мацо предварительно размочить в холодной воде в течение нескольких часов хорошо размягченную массу отжать рукой перемешать с яйцами солью и черным перцем когда бульон закипит чайной ложечкой опустить него смесь суп подавать приправив лимоном да ну как-то странно с лимоном значит я просто по ходу по ходу хочу сказать раз мы говорим про суп я думаю что каждый ну во всяком случае многие знают что такое книга лох и супом с бульоном куриным обычно я делаю книгах у нас все очень любят книгах можно делать митны шума то есть душой то есть с начинкой середка или просто обычные пахнет это уже пожаре значит книгах митны шума это берется куриный или гусиный жир вытапливается до шкварок и жарится лук жир сливается в мацу добавляется два-три яйца ну судя по тому сколько вы положите я обычно делаю упаковку потому что у меня много собирается на песок людей итак значит мы добавляем я добавляю теплой воды соль перец все это перемешивается с жиром и потом руки мочатся и формируется и формируется намочить руки и сформировать крупные клетки галушечки галушечки клетки как хотите называть называйте это я делаю я сто два-три но с англой душа это внутрь закладываются шкварки и кусочки лука лука значит теперь теперь делается да теперь делается обычный хороший бульон значит и туда кидаются эти книглы и с бульоном это просто удовольствие наслаждение и так далее чтобы у меня был темный да чтобы я их отвариваю в воде сначала да а потом перекладываю в бульон так значит я прервала чтение пожалуйста продолжайте да да конечно оладышки из массы значит так масса 400 две картошки нормально овечий сыр как сковать 100 грамм 4 штуки яйца соль по вкусу растительное масло значит способ приготовления мацу на 5-6 часов замочить в холодной воде дать воде степить отжать мацу руками и смешать с вареной разнятой картошкой и с натертым сыром разбитыми яйцами и солью формировать подмешки и жарить их разогретым маслом вот меня очень любят вот эти вот ближки допустим вот у меня осталась картошка так же как сейчас осталось немножко у меня были три три кабачка я потерла кабачки вот эту картошку добавила то что отвалилась по дороге от этих и чуть-чуть мацовой муки и пару яиц и сделала обычные котлетки тоже замечательно на ура все это уходит ну зелени пододобавила сколько хотите о замечательно значит так ингредиенты 3-4 листа бульон из цыпленка 1 стакан растительное масло 2 столовые ложки орехи соль и перец по вкусу значит вымачивать мацу в воде в течении 10-12 часов осторожно дать печь в воде чтобы листы не поломались поместить листы на противень смазанный маслом между листами насыпать соль и перец и толченые орехи залить все это бульоном и печь в духовке на умеренном огне можно подавать с мясом цыпленка или салатом это запеканка это слоеный пирог слоеный пирог да делаем с другим мясом значит так ингредиенты 6 листов мацы мясо молодого барашка пол кило растительное масло 5 столовых ложек масла растительного 6 штук яиц 2-3 штучки картошки петрушка 1 пучок соль и специи по вкусу масло замочить подсоленной воде на несколько часов после того как она хорошо размягнет выложить листы на толстое полотно или другую ткань чтобы вода впиталась мясо нарезать кусочками сварить в воде с маслом разбить 3 яйца и добавить в них мясо петрушку и соль 3 листа мацы поместить на противень смазанный маслом а сверху на него разложить печеньку покрыть все это тремя остальными листами мацы картошку очистить сварить и размять и перемешать с остальными яйцами этой смесью покрыть пирог и печь его в духовке на умеренном огне так не обязательно с бараниной можно и с говядиной так мы заканчиваем с картошкой и скоро перейдем к сладким блинчикам на треугольные наши блинчики ушло 5 яиц у меня такой же сигнал итак посмотрите вот много этих блинчиков получилось и 5 яиц ушло я думаю что на эти уйдет 2-3 поэтому начнем с двух да 8 яиц на пачку обжаривание масло ушло меньше там было нет там было 3 вот я беру а сколько это перечень это полностью упаковывается ааа не показывает так на кресле я даю да на кресле беру на кресле на кресле на кресле на кресле на кресле значит мы переходим к сладким блинчикам хорошо значит в творог мы добавим еще раз я говорю ванильный сахар два яичка с муки изюм изюм и ванильный сахар и перемешали а тертые орехи не клала тертые орехи не клала наши блинчики кругленькие кругленькие и сладенькие тут уметь особо нечего да это главное чтобы хорошо на цапе лежало свои две тысячи размочить после какао сахар поэтому сегодня мы только делаем а завтра разогреем и поставим завтра да ну будут еще что-то кроме этого да там есть у нас пироги есть печенье так что у нас завтра будет есть сок обедать да ну так супчик легкий у нас на завтра готовится вы же знаете завтра у нас будет концерт махарь махарь яшлану отца гахарайзе она ну вот вам смотрим если миска будет менее глубокая это будет более удобно просто у нас сегодня так получилось а а и цеха лед я сладких блинчиков у нас получилось двенадцать чтобы завтра их было больше мы разрежем пополам чтобы всем досталось попробовать вот этих получилось больше конечно вот получается такие красивые кругленькие получается вот такие кругленькие блинчики этим хорошо что они отличаются друг от друга что если разные начинки мы можем сделать разные формы вот сейчас я тебе сняла да красавица значит масло кто говорил что ушло много масла масло было вот столько когда я принесла то есть ушло не так много масла на пачку мацин когда закончилось мы добавляем и видно что если вам было полезно я очень рада значит хотите я попробую сегодня возьму и завтра принесу еще и торт с этой март будем пробовать спасибо кто помогал мне делать